Налоговые поступления в бюджет страны в прошлом году пополнились более чем на 190 миллиардов рублей от акцизов на крепкий алкоголь. В этом году за 8 месяцев поступило 111 миллиардов. Алкогольная отрасль остается стабильным источником дохода казны. Тем не менее, эта сфера рынка также испытывает проблемы. О них сегодня говорили на первом международном форуме алкогольной индустрии «Высший градус». В Ашкартастан пятерки крупнейших налогоплательщиков России по объемам акцизов на крепкую алкогольную продукцию. В прошлом году республика уплатила в бюджет 9 миллиардов рублей, что на полмиллиарда больше, чем в 2019-м. Тем не менее, в бюджет региона вернулось всего чуть более 3 миллиардов рублей. В этом и в следующем году, по словам руководителя администрации главы Ашкартастана Александра Сидякина, также ожидается сокращение поступлений возвратных акцизов. Это связано с тем, что федеральный бюджет установил пониженные нормативы распределения налоговых доходов. Мы, как и другие регионы, где сконцентрированы крупные алкогольные производства, недополучаем существенные объемы акцизов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы мы объединили свои усилия с другими регионами и в этой смысле заняли такую хорошую лоббистскую позицию. И механизм распределения доходов должен быть пересмотрен с учетом интересов регионов. Это даст нам хороший стимул для наращивания выпуска легальной алкогольной продукции, соответственно, вытеснения контрафактов и суррогатов. Сдерживание резкого увеличения акцизных ставок, по мнению специалистов алкогольной индустрии, необходимо, чтобы не было роста теневого рынка и появления новых схем нелегального производства. Также на форуме говорили о цифровизации и государственном регулировании рынка алкогольной продукции. Благодаря совместной деятельности представителей бизнеса и органовласти удалось более чем в пять раз сократить количество отраслевых нормативно-правых актов. Сейчас их 30 вместо 150. Башкортостан один из лидеров алкогольного рынка страны. Стратегически важное для экономики в этом плане предприятие Башспирт. За последние годы объем выпускаемой продукции вырос в полтора раза и достиг 4,1 миллиона декалитров. Завтра в селе Булгакова откроется новый завод холдинга «Башбиоспирт» мощностью более 7,5 миллионов декалитров.